МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадио компании Гомель. У студии працуя Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. У Гомеля отзначили день пограничника. Ветка у этой выходной стала чарговым пунктом проведения областной громадско-патриотичной акции «Моёй краине». А зараз об этом и иншим больше подробязно. Своё профессийное свято означали пограничники. Службе сполнилось 99 годов. Войсковцы в зелёных фуражках оховывают каля 2000 км у державной мяжи. Про то, как проходили урочистости у Гомеля, далее в сюжете. 28 мая 1918 года кропка отвлеку истории погранвойска. У ГТД Совет народных комиссаров принял декрет о формировании пограничной оховы. Сегодня наш регион обороняют два подразделения – Гомельская погрангруппа и Мазырский пограничный отрат, який стал самостоянным взлучением два года тому. Белорусские мяжи и огульные мяжи союзные державы по праву лечатся одными из самых безопасных в свете. Сучасные обстоятельства позволяют охотко выявлять порушальников державной мяжи и принимать необходимые меры реагования. А легаловные на мяжи – это люди, готовые у Любыча зарабить усёк, как продухилить, собрать правные деяния. Скажу, что по итогам оперативно-служебной деятельности пограничной группы за прошлый год мы занимаем одно из лидирующих положений в системе органов пограничной службы. Конечно, есть над чем работать, но тем не менее уже на данный момент выставляется пограничная застава, планируется к выставлению ещё пограничная застава, уводится в штат новое подразделение. Поэтому я думаю, что в этом году мы уже обеспечим, мы, по крайней мере, приложим все усилия, чтобы обеспечить гарантированную охрану государственной границы. Напереды Днепрофессийного свята на территории войсковой части 12.42 урожисты открыли ритуальную пляцовку, первую одиную у Гомеле. Это не просто прыгожая композиция, але и символ мужности, стойкости и отваги пограничников. У памяти в загинувших воинах, які обороняли межи нашей державы, у подморок пляцовки закладзены цаглины с Брестской крепости. На мероприемство запросили представников старейшего поколения ветеранов пограничной службы. На от у отставцы пограничники не становятся былыми. Это особливое боевое братырство, якое шануе свои традиции. Хочу пожелать молодому поколению, нашим продолжателям службы пограничной на участке Гомельской области государственной границы удачи, здоровья, крепкого семейного счастья, любви, всех земных благ, чтобы они достойно продолжали традиции пограничных войск, органов пограничной службы. Почас самого свято у Гомельским сквере имя Дзержинского традиционно пройшов митинг, на яким собрався особистий состав, офицеры, командиры и ветераны органов пограничной службы. На урожистом построении супрацовники Гомельской пограничной группы отримали новые воинские звания, узнагороды и падяшные листы. У их адра звучали веншаванье и слова падяки за доблестную и сумленную службу. Ганна Корольчук, Вероника Ворошилина, Игорь Марышенко. Телерадиокомпания Гомель. За этот год для Гомельского филиала Международного университета МИЦО явно незвычайный, причем одразу по некольких причинах. По-перше, сегодня 25 годов взмома твоего открытия. По-другому, установлено совести со Следующим комитетом. Не то, как их не истинувало ранее, а ли я не мельяк, а ли, можно так сказать, неофицийный характер. В последние годы сложилась устойчивая тенденция, что все больше и больше выпускников Международного университета МИЦО изъявляет желание поступить на службу в Следственный комитет. Мы давно сотрудничаем с данным учебным заведением, и студенты Гомельского филиала университета МИЦО регулярно принимают участие в проводимых учебно-методических сборах Следственного комитета, в социокультурных, идеологических и спортивных мероприятиях. Жадание Управления Следующего комитета по Гомельской области, супразовничество за МИЦО, тумачится просто. Сегодня у регионе специалистов, которые могут служить в правоохранных органах, текстуясь только два гражданских ВНУ, Державные университеты Мяскарыны и непосредственно МИЦО. Причем в этом году на специальность правознавства тут будет набираться 60% от огольной колькости абитуриентов, плюс наявность квалификованных выкладчиков и отповедной базы. Такого в учебных кабинетах по колькости нема ни одной вышедшей на учебную установку в Гомельской области зала судовых посаджений. Ее меркуется открыть не депресс 10 дн. Причем тут будут не только проводиться занятки со студентами, а и проходить соправдные судовые посаджения. По судности, баки подписали сразу два документа. По-перше, погоднение о построении филиала кафедры правознавства на базе Управления Следующего комитета по Гомельской области. По-друге, договор о супрацовничестве, причем о пошне будет шматпаковым, починаючи от стажировки выкладчиков и студентов у подразделениях Следующего комитета до выкладания в Университете спецдисциплин специалистами комитета. Як чекается, у сёгэта повысить якость адвокатинного процессу и будзе садзейничать профессиональной ориентацией студенту. А прычатаго повысить свою квалификацию у МИЦО смогуті сами офицеры. С гэтага года в Университете открывается магистратура. Примушать вучиться не будуть нікого, але калецопрацовники Следующего комитета можуть, або в высокой посаде полтора года на заводченном отделении даремно потраченными не будуть. Будем готовить специалистов для Следственного комитета. То есть, практически, это люди с высшим образованием, но будут проходить ещё магистратуру, получать диплом магистра по своему направлению, по своей специальности. И в ближайшее время мы собираемся совместно со Следственным комитетом открыть криминалистический полигон, где будут не только наши студенты готовиться, но проходить квалификацию, повышение квалификации следователей, специалисты из Управления Следственного комитета в Гомельской области. Олег Сентяров, Юген Макейенко, телерадокомпания «Гомель». У Гомеля пройшла акция по доброму порадкованию. Принять уделу её и мог любые жадающие. Местом состреча активных гораджан стала Казанская Святая Крыница, которая находится на улице Подгорной у областном центре. Отдельники акции привели у парада к прилеглую территорию. Убрали смесь, высадили кветки и усталевали паренчи. Головной метой акции стало протягнение уваги громадскости до проблем стихийных звалок и повышение свядомости гораджан у подтримания частини во властном городе. Мы часто участвуем в таких акциях. Не остаёмся в стороне, часто убираем. Помогаем, какая помощь нужна. Наши студенты кафедры экологии всегда рады помочь и никогда не отказываем. Почему выбрали это место? Потому что оно очень интересное само по себе. Оно в центре города, природная часть, территория природы практически не тронута. Но так как здесь очень часто собираются разного рода социальные элементы, поэтому хотелось бы эту территорию включить в горы, чтобы она стала более известной, более популярной. Потому что место действительно красивое, оно интересно. Но оно требует к себе ухода, требует внимания. Ветка в этой выходной стала черговым пунктом проведения областной громадско-патриотичной акции «Моёй краине». Гостей свято забавляли интерактивные пляцовки, выставы, гульни, майстер-классы, концертные программы. Одночасово провели экологичные, доброчинные и профилактичные проекты. Подключилась до акции и телерадио компания «Гомель». Настасья Кучинская расскажет больше подробно. Инициатором проекта стал координационный совет громадских объединений и политических партий Гомельской области. В минулом году удельники акции зарабили шмат корыстных справ для своей краины. Все лета проект набыл формат свято, который проходит во всех районах Гомельской области. Ветка стала наступным пунктом на карте акции после Хойников, Брагина и Будака Шалёва. Город с устрока у проекта стотно обновленным. Все лета на развитие городской инфраструктуры и объектов социальной сферы сюда были притягнуты сурвезные сроки с бюджету в области. Это первое кардинальное перетворение города за все послежарнобыльские годы. Город выглядит совершенно по-другому. Начиная от его главной площади, которая называется Красная, с ее улицами, с ее переулками, отремонтировано ряд учреждений образования культуры. Приятно сейчас встречать гостей нашего города. На концерты у ветку приехали молодые, а ле уже добра вядомые ваканавцы. У тымлику, у дельник славянского базара и новой хвали Виталь Сычоу. И он дарыш и презентовал свою новую композицию. А ведущими концерта стали диджеи радиостанции Гомель-ФМ. Ветка нас поразила своими людьми. Вообще, очень она преобразилась за последнее время. Рады за этот город. Правда же, Денис? Абсолютно верно. И мы не говорим пока. Мы говорим до свидания. Увидимся обязательно в районных центрах. В центрах нашей области. Да, благодаря акции «Майо и краине-2017». До конца Кастрычника акция «Майо и краине» пройдет у кожным районным центра Гомельской в области. И селитой она заховывает свою головную мету – притягнуть увагу молодзи до конкретных каштоуных справ для добробыту Беларуси. Настасья Кучинская, Максим Славян, телерадио-компания «Гомель-Ветка». Гэта иншая новина вы можете знайсти на нашем сайте. У интернете по адресе www.civergomel.by. Далее эфиры «Спортивный агляд». С новинами спорту вас познайомить Михаил Садовский. Субтитры создавал DimaTorzok